Уважаемые коллеги, сегодняшняя лекция посвящена гашишной наркомании. Гашишная наркомания или психические поведенческие расстройства в результате употребления канабиноидов, это по МКБ-10, обозначается значком F12. История. Канабис сатева, известная под названием марихуана, является канапляным растением, растущим по всему миру. Многие годы его собирали из-за волокон, которые использовались в производстве канатов, одежды, корабельных снастей. Термин марихуана происходит от португальского слова маригуанго, которое переводится как пьянящий. Марихуана – это верхняя часть растения с листьями. Гашиш, он изготавливается из пыли смолы, которая выделяется конопляным растением для защиты от солнца. Первые свидетельства использования канабиса относят к периоду Каменного века, то есть около 10 тысяч лет назад. В фармакологических же целях самые ранние свидетельства употребления канабиса отмечены в свитках китайских мемуаристов, которые относят к началу III века до н.э. В Индии его использовали в религиозных целях. Во Франции использовали канабис при лечении умственных расстройств. В частности, это отмечено в рецептах доктора Жако Мария. Вне запрета марихуана была до 1942 года. Наибольшее число лиц, употребляющих канабис, находится в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде, Нидерландах. Среди всех употребляемых наркотических веществ для канабиноидов доля составляет 62,5%. То есть, достаточно большой удельный вес приходится на канабис. Виды канабли, как уже было сказано, это марихуана, гашиш, анаша, киф, гуаза, ганжа, банк, план, гунья, кафур и т.д. Это уже о чем свидетельствует перечень синонимов этого наркотика, о том, что повсеместно он распространен. Способы потребления. Канабис употребляют с пищей, питьем, но чаще вдыхают при курении. В частности, в европейских странах и на территории бывших стран Советского Союза марихуану смешивают с табаком и готовят сигареты, так называемый косяк. Химический состав. В 1964 году выделен был основной психоактивный элемент канабиса, а именно он уносит название Дельта-9-тетрагидроканабинол. Психоактивные канабиноиды всасываются, попадая в кровь, и очень быстро достигают своего пика. В момент, когда идет ингаляция в процессе курения. При употреблении внутрь пик концентрации в крови достигается приблизительно через 2 часа. Наркотик является высокожирорастворимым и накапливается в жировых тканях. Метаболизируется в печени и в легких. Период полужизни составляет 19-57 часов. Среды наркотика могут быть обнаружены в кровеном русле в течение 2-4 недель. Сам механизм действия канабиноидов заключается в подавлении синтеза, освобождении и разрушении ацетилхолина. В последствии применения канабис дает эйфоризирующий, стимулирующий, седативный и галлюциногенный в высоких дозах эффект. Все они являются дозозависимыми. Наиболее выраженные реакции наблюдаются со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистых систем. Дегетативные нарушения – гиперемия лица, мраморность кожи, бледность носогубного треугольника, тахикардия, сухость во рту, расширение зрачков, ослабление их реакции на свет, гиперемия склер. Последовательность смены симптомов при гашишной интоксикации по бабаянну. Это данные 1988 года. Первое. По симптомам – моторное возбуждение. По моторному возбуждению будут следующие проявления. Субъект испытывает острое желание двигаться, ходить, прыгать, бегать, танцевать. В то же время он старается воздержаться от исполнения своего желания. Второй симптом – ослабление контроля за поведением. Ум постоянно заполняет идеи, чуждые субъекты, на которых он старается сосредоточить внимание. Внезапно какой-нибудь незначительный эпизод, в котором нет ничего смешного, может вызвать у него неадекватный, неудержимый смех. Третий симптом – состояние дурмана, то есть одурманенности. Во время этого состояния люди часто открывают свои сокровенные мысли, которые могут отражаться как в бессознательных движениях, так и в высказываниях, поступках, иллюзорных, либо галлюцинаторных проявлений. Четвертый симптом – это диссоциация идей. Она совпадает с появлением потребности в разговоре, желанием высказаться. Эти разговоры бывают странными. Так, допустим, сописедника поражают сумасбродные заявления субъекта, они повергают его в недоумение, на что субъект отвечает новыми взрывами безумного смеха. Субъект говорит взволнованно, жаром спорит о пустяках, бывает поражен, когда ему кажется, что окружающий не разделяет того волнения, которое испытывает он. Пятый симптом – это гипертрофия собственного «я». Субъект считает себя высшим человеческим существом, смотрит на своих товарищей с большим, хотя и дружелюбным презрением, считает их намного ниже себя во всех отношениях. Шестой симптом – это бредовое возбуждение, сопровождается утратой правильного, точного представления об окружающих людях или предметах. Седьмой симптом – ужас перед шумом. Сочетается с тем, что путаница мысли все возрастает, моменты просветления становятся все короче, субъект постепенно оказывается во власти своих субъективных переживаний. Обычно испытывает навязчивое ощущение в виде тикания часов и даже легкое жужжание комаров. Малейшее усилие становится почти невозможным, человек впадает в состояние апатии, равнодушия. Следующий, восьмой симптом – это нарушение представления о времени. Время, кажется, течет бесконечно медленно, так как между двумя ясными впечатлениями поднимается множество других, смутных и подчас незаконченных. Время измеряется только воспоминаниями о них, поэтому представляется нескончаемо долгим. Девятый симптом – нарушение представления о пространстве. Достигает такой степени, что расстояние между субъектом и человеком, стоящим совсем рядом с ним, может представляться огромным. Кажется, что рука никогда не дотянется до стакана, так велико расстояние между ними. Если поставить лестницу ступеньки, ее могут протянуться как бы в небо. Десятый симптом – искажение восприятия. Восприятие происходит, несмотря на то, что в этой стадии чувства, особенно зрение и слух, необычайно обостряются. Однако восприятия искажены, форма и цвет предметов кажутся измененными. Одиннадцатый симптом – раздвоение личности. Испытывает как особое состояние, когда с одной стороны ощущается свое собственное действительное «я», которое живет нормальной жизнью, и в то же время чувствует, что бок о бок с ним существует некто фантастический и непостоянный, который возбуждает и генерирует бесчисленные идеи. Двенадцатый симптом – появление повышенной внушаемости. Приводит к тому, что стоит только сказать человеку, находящемуся в состоянии опьянения, что какая-то вещь существует, чтобы она немедленно предстала у него перед глазами. Любое впечатление, действующее на его чувства, немедленно вызывает мнимые восприятия, иллюзии, либо это галлюцинации. Тринадцатый симптом – возникновение галлюцинации. Происходит не у всех. При возникновении возникает убеждение, что их преследуют, допустим, дикие звери, или что им грозят убийства. Конечно, это все вызывает острое переживание страха. Четырнадцатый симптом – повышенная чувствительность к звукам. Достигает такой степени, что самый слабый музыкальный звук – вибрация струны, допустим, приобретает особое, острое, громкое звучание. Пятнадцатый симптом – обострение эмоциональных переживаний. Так называемое волнение любви. Проявляется в том, что давно забытые сцены снова предстоят перед глазами мельчайших подробностей. Вспоминает о дорогих сердцу существах. С другой стороны, если субъект испытывает кому-нибудь отвращение, его антипиадки могут превратиться в жгучую ненависть. При этом он будет убежден, что должен опасаться своих врагов, что они замышляют против него гнусный заговор. Шестнадцатый симптом – состояние онерического экстаза, что является высшей точкой интоксикации. Если описанное возбуждение не достигает этой высшей точки, сильное побуждение к воображению начинает постепенно уменьшаться. Туман, окутывающие все предметы, люди – все это постепенно густеет. Усталый мозг уже не способен следить за блуждающей памятью и воображением. Особое воздействие на половую систему состоит в том, что в критический момент интоксикации наступает эротическое возбуждение. При этом никаких физических явлений не наступает. Это явно мозговой феномен. Фазность при гашишной интоксикации по Портнову Пятницкой отмечают следующие фазы. Первая фаза проявляется следующим образом, но она может быть необязательна. Через 2-5 минут может возникнуть чувство страха, тревожной подозрительности. Обостряется восприятие внешних раздражителей. Длительность составляет от 5 до 10 минут. Вторая фаза проявляется расслаблением, легкостью, благодушием. Присоединяется расстройство восприятия, мышления, сознания. Расстройство восприятия проявляется в нарушении восприятия пространства, цветов, интенсивности характера звуков и шумов, времени, схемы собственного тела. Характер проявления этих расстройств индивидуален. Со стороны сферы мышления, по мере наступления интоксикации, приобретает эмоциональное содержание. Меняется мышление в своем качестве и темпе. Чаще всего может возникнуть благодушие, редко страх. Изменяется оценка членов групп, которые происходят в наркотизации. Характерна легкость решений, беспечность, безответственность действия. Ускоряется темп мышления. Изменение сознания последовательно. С углублением интоксикации происходит сужение. Далее оглушение, сумерки. В начале сознание ясное. Далее происходит сужение сознания. Проявляется в форме специфического общения в группе употребляющих наркотик. Каждый отвечает на вопросы соседа, вслушивается в разговор, подает реплики. Третья фаза. Характеризуется парадоксальностью восприятия, эмоциональной спутанностью, хаотичностью переживаемых чувств. Мышление приобретает чувство бессвязности вплоть до отрывочного бреда. Сознание оглушено. Эмоциональная спутанность проявляется в форме индуцированной мимической имитации аффектов, которые субъективно неощущаемы. Наркоман смеется вслед за соседним, не испытывая при этом веселья. Плачет, не чувствуя печали, если же заплакал сосед. Артериальное давление повышено, отмечается тахикардия. Дискоординация усилена. Двигательное оживление сменяется вялостью. Речевая продукция бессвязна. Четвертая фаза. Отмечается спад возбуждения. Бледность, вялость, слабость, гипотензия, гипорефлексия. Аппетит повышен. Сознание ясно, хотя отмечается медлительно заторможенность, вплоть до апатии. Вскоре может наступить сон продолжительностью до 10-12 часов. Сон беспокойный, поверхностный, со вздрагиванием, бормотанием. После пробуждения снова много ест и пьет. При передозировке гашиша возникает вегетативное перевозбуждение. Зрачки резко расширены. На свет не реагируют. Лицо гиперемировано. Видимая слух, сухость губ, полость рта. Хрипота голоса. Тахикардия может достигать 120 ударов в минуту. Гипертензия. Показатели 110-150. 130-120 мм рт. Соответственно, координация нарушена. Тремор. Гиперрефлексия. Больные в оглушении. Сознание меняется по направлению сопр-кома. Чему соответствует предколаптоидное состояние, которое может перерасти в коллапс. Это психотическое состояние может длиться несколько часов. Собственно, развитие гашишизма состоит из трех стадий. Первая стадия характеризуется возникновением психической зависимости, которая представлена в виде абсцессии, как средству, дающему эйфорию и беспокойством в отсутствии гашиша. Курят наркотик уже в одиночку по 2-3 раза в день. То есть курение становится систематическим. Гашишаман активно ищет свой наркотик. Начинает меняться форма опьянения. Уже идет без страха и тревоги. Исчезновение защитных реакций, снижение гиперемии лица, медриаз, мышечная расслабленность. Рост толерантности. Здесь определяет синдром измененной реактивности. Вторая стадия. Она развивается при регулярном курении через 2-3 года. Отличается от предыдущей появлением синдрома физической зависимости и новым качеством синдромов измененной реактивности и психической зависимости. В интоксикации наркоман испытывает очень краткое первоначальное психосоматическое расслабление. В дальнейшем собран, смешлив, двигательно активен, работоспособен, темп мышления ускорен. Опьянение длится час-полтора, после чего наступает снижение тонуса работоспособности. В данной стадии Гашиш становится для наркомана стимулятором его деятельности. Толерантность к наркотику возрастает. Синдром психической зависимости достигает полного развития. Стимулирующий эффект наркотика является единственно возможным психическим функционированием, а далее единственным состоянием физического комфорта. Формируется синдром физической зависимости, возможность достижения состояния физического комфорта, оптимальной работоспособности только при наркотическом опьянении. Фазность абстинентного синдрома отмечают несколько фаз абстинентного синдрома. Первая фаза проявляется тем, что зрачки расширены, отмечается зевота, озноб, вялость, мышечная слабость, беспокойство, дисфорические проявления, исчезновение сна аппетита. Развивается через 4-5 часов после курения. Вторая фаза абстинентного синдрома проявляется следующим образом. Отмечается общее вегетативное возбуждение, мышцы напряжены, мелкий тремор, гиперрефлексия, возможно поддерживание отдельных мышечных пучков, повышается АД, учащается пульс, дыхание. Появляется к концу первых суток отнятия наркотик. Третья фаза. Появляются сенэстопатические жалобы, проявления которых характерны для гашишизма. Больные ощущают тяжесть, сдавление в груди, затрудненное дыхание, боль, сжимание в сердце, сжатие и сдавление головы, особенно в теменной и височных областях. На коже и подкоже ощущение жжения, неприятного покалывания, дергания, ползания. Больной правильно оценивать причину обману чувств. Компульсия достигает своей интенсивности. Отмечается плаксивость. При неосложненной абстиненте развивается астеническая депрессия. При появлении тревожного беспокойства возможен абстинентный психоз на третьи и пятые сутки воздержания. Данная фаза проявляется на вторые сутки лишения наркотика. Первая фаза проявляется спустя 2-3 года регулярного курения. Полное формирование абстинентного синдрома всех его фаз требует 6-8 месяцев постоянного курения. Длительность абстиненции у гашишистов составляет от 14 дней до 1 месяца. Максимально выраженные проявления абстиненции возникают обычно на третьи и седьмые сутки. Со второй недели острота симптоматики начинает падать. На перелом в течение абстиненции оказывают улучшение сна, появление аппетита. Остаточные явления абстиненции проявляются в виде абсцессии к наркотику, астенизации и отдельных ипохондрических ощущений. Третья стадия наркомании развивается через 9-10 лет постоянной наркотизации. При этом падает толерантность. Наркотик оказывает лишь тонизирующий эффект. Внеинтоксикации наркоман анергичен. Форма потребления систематическая. Симптоматика психической зависимости подавлена физической зависимостью. Абстинентный синдром носит затяжной характер. На первый план выступают астенические и ипохондрические проявления. Результатом гашишизма является прогрессирующее снижение энергетического ресурса, физическое и психическое истощение, нарастание вялости, отупение, потеря социальных связей, появление затяжных психозов, приводящих к глубокой инвалидизации. Гашишные психозы. Ведущими синдромами осложнений гашишизма являются делириозные проявления, сумеречные расстройства сознания, аминтивно подобные и маниакальные. Так, допустим, для гашишного делирия характерны сценоподобные галлюцинации устрашающего характера, соответствующими агрессивными и разрушительными действиями, защитой от мнимых преследователей, переживанием страха, ужаса. Длительность типична для делириозного синдрома и составляет от нескольких часов до 2-5 суток. Сумеречные расстройства сознания выражаются в немотивированном возбуждении, бессмысленном бегстве типа фуг. Может сопровождаться агрессией с последующей амнезией этого эпизода. Чаще же при гашишной наркомании описываются затяжные шизоформные картины заболевания. Так, ряд авторов отмечают исключительно высокий терапизм гашиша клиническим состоянием, которые трудно или вовсе неотличимы от картин истинной шизофрении. Заболевание начинается постепенно из-под воль, с нарушением сна, настроения, раздражительности, немотивированной злобности, появлением бредовых идей преследования, слуховых галлюцинаций, комментирующего или угрожающего характера. С нарастанием психотической симптоматики нередко развивается синдром Кандинского клерамбо. У некоторых больных может отмечаться и амироидные переживания. Некоторые из этих состояний могут сопровождаться выраженным эффектом тревоги и страха, психомоторным возбуждением с агрессивным компонентом. Чаще всего в связи с этим упоминаются два психопатологических состояния – делириозное помрачение сознания и сумеречное расстройство сознания. Оба эти синдрома могут наблюдаться как в состоянии наркотического опьянения, так и в период абстиненции. В целом, наркоманическая зависимость при употреблении препаратов конопли характеризуется, первое, психической зависимостью, которая выражена сильно или в средней степени. Второе – нерезко выраженной физической зависимостью, так как абстинентный синдром проявляется значительно слабее по сравнению, допустим, с барбитуратами и опиатами. При употреблении высоких доз каннабиса, хотя это может быть и спорный момент. И третий симптом – это повышение не очень высоким толерантности. И небольшой такой прикладного характера перечень симптомов, а именно признаков хронической интоксикации марихуаны, которые необходимо знать врачам общей практики. Во-первых, могут насторожить врача красные глаза, так называемые кроличьи глаза, чувство разбитости и усталости, повышенный аппетит, повышенный интерес к лекарствам, а именно частые разговоры о лекарствах, хронический кашель, сонливость, частые простудные заболевания, нарушение менструального цикла, нарушение памяти, трудность подбора слов при объяснении, необъяснимое исчезновение из дома, проблема отношений в школе, изменение настроения от пассивности до агрессивности, ну и, конечно, элемент паранойи, подозрительности или открытости, снижение успеваемости в школе. На этом позвольте закончить нашу лекцию. Спасибо. Благодарю за внимание. Продолжение следует...